258 миллионов рублей – сметная стоимость, реконструированная в Кварчалской центральной районной больнице. Вместе со всеми строительными работами и оборудованием. Сначала строителям пришлось очистить все до основания несущих поверхностей, укрепить стены и уже затем проводить отделочные работы. Более половины корпусов ЦРБ по отделочным работам уже практически на стадии завершения. Остались у нас половые плиты и откосы дверные. Были проведены работы по установке датчиков сигнализирования, пожарной охраны, новой проводки электричества, вентиляция готовится к завершению. Ждем пожарные клапаны. Больница будет оснащена высокотехнологичным оборудованием. Даже потолки здесь будут не простые, а специальные, медицинские. Ламинарные потолки должны на следующей неделе приехать. Это спецпотолки, которые будут установлены в оперблоках, которые очищают воздух на 99%. Главы подрядных организаций отчитались по срокам и темпам работ. Тимур Ткибучава, генеральный директор компании «Абхазстрой», рассказал, что основные работы завершены, но предстоит проложить еще некоторые коммуникации. Сейчас мы что, у нас буквально в течение недели приедет дизель-генератор. Мы сейчас по цене договаривались с поставщиками. И мы уже в этом месяце приступим к установке трансформаторов. То есть будем линию уже сюда заводить и ставить два тысячника. Два тысячника. Два тысячника. Во время реконструкции основного здания больница переехала в инфекционное отделение, где врачи разместили приемные покои, отделение терапии, поликлинику. В детском отделении расположились хирургии и роддом. В таком режиме медучреждение справлялось с потоком пациентов. Однако некоторых приходилось отправлять в Сухум. Как говорит главный врач Лали Гармулия, больница жизненно необходима городу. К нам относятся 11 сел. Все они обращаются к нам за первой помощью. На данный момент у нас функционирует, значит, несмотря на то, что идет реконструкция, работает у нас рентген-кабинет. УЗИ, обследование проводится. Все обращаются к нам за первичной помощью. И с начала года нами принято в приемном покое более трех тысяч человек. Как рассказывают другие врачи, в некоторых отделениях больницы перед ремонтом условия работы не отвечали даже элементарным санитарным нормам. Сегодня они получат новое современное здание. Наше родильное отделение переходит на первый этаж. И, конечно, 40 лет я проработала в том корпусе, который уже не подлежит даже ремонту. И там работать было опасно. И поэтому для нашего города это большое дело строительство новой больницы. О том, как идет реконструкция центрального рынка в Ткуарчале президенту Раулю Хайджем рассказала глава района Аида Чичхалия. Торговых мест стало больше. Вместо прежних 90 строители оборудовали 144 прилавка. Появилась новая крыша. Со дня строительства этого рынка, это уже около 70 лет, здесь не было никогда ремонта. Ни косметического, тем более ни капитального. Здесь были настоящие трущобы. Здесь каждому индивидуально будет отведено место с замком. Продавец может оставлять на ночь свой товар, закрывать индивидуально. У каждого будет свой ключ. Рауль Хайджем бы отметил, что необходимо отремонтировать и расположенные вокруг торговых рядов магазины и ларьки, чтобы внешний вид рынка соответствовал современным требованиям. Я думаю, что в таком виде эти строения оставлять нельзя уже. Весь тот объем работы, который мы с вами сейчас сделаем, он будет смотреться на этом фоне вообще никудышно. Поэтому надо думать о том, где есть возможность вот эти здания, там может быть, сохранить, если... Но фасадные части и крыши надо приводить в порядок. Также Аида Чачхаля показала новые автобусы, закупленные для города за счет инвестиционной программы. По ее словам, новый транспорт решает сразу несколько актуальных проблем. Это перевозка школьников и увеличение количества междугородних рейсов. Всего Туарчальский район получил шесть новых автобусов. Два из них это школьных автобуса. Один мы оставляем в городе, один мы передаем Губедийской средней школе. Остальные четыре автобуса у нас... В связи с тем, что у нас проблема с междугородним транспортом, мы их переориентируем на междугородние сообщения. В Туарчальской школе номер пять делают косметический ремонт, меняют окна. С 1985 года здесь не ремонтировался ни один класс. Обновить школу удалось за счет спонсорской поддержки черкесского мецената. Две трети школы на данный момент до 20 августа должны закончиться косметический ремонт на трех кабинетов. И заменены будут окна и двери в школе. Работы почти уже... Основная часть работы уже заканчивается. Уже остается последняя финишная шпаклевка и покраска кабинетов и калидоров. Последним объектом, который проинспектировал президент в ходе очередной рабочей поездки, стала дорога в село Агубедия. 11 километров соединяют 9 сел с городом Туарчал. 58 миллионов рублей ушло на асфальтовое покрытие, ремонт четырех мостов и установку пяти укрепительных стен на ползневых участках. Работают две организации – Абхаз Берегозащита и Абхаз Регион Строй. По словам строителей, эта дорога – важный элемент инфраструктуры района. Мы во время войны здесь держали оборону. Село очень легендарное, я должен сказать. Она соединяет 9 сел. Поэтому это очень значимая дорога. И благодаря нашим руководителям Абхазии данная дорога попала в инвестпрограмму 17, 18, 19 сага. Все, что ремонтируется и строится в Туарчале, призвано оживить район. Новые дороги обеспечат качественную коммуникацию, коммерческие объекты привлекут рабочую силу, а социальные гарантируют качество жизни. Это вопросы и качества жизни, и вопросы, связанные с улучшением бюджетных возможностей самого города, района. Все это КУПЕ даст соответствующий положительный результат и в строительстве нашего государства, и, конечно, и в социальных аспектах для самих людей. Строительство дороги Туарчала-Губедия завершится буквально в ближайшую неделю. В ближайшие месяцы заработает рынок. А больницы начнет полноценный прием пациентов к концу года. Мария Анна Котова, Турник Амичба, Абаза ТВ.